Всем привет! С вами Екатерина Голикова. Сегодня мы будем рисовать что-то подобное с этой картинки. У нас скоро с вами будет новый год, замечательный волшебный праздник и я вдохновилась вот такой новогодней картиночкой. Конечно все элементы этого изображения повторять не будем, просто что-то из них выберем и получим свою какую-то интересную версию. Давайте обратим внимание на инструментарий и подготовку рабочего места. Лист рисовальной бумаги я приклеила к листу ДСПМ малярным скотчем. Это довольно удобно, так как от воды лист постоянно ведет и когда он зафиксирован намного проще и приятнее с ним работать. Также нам понадобится простой карандаш, в данном случае это карандаш мягкости 4b. Кисти естественно это номера 1, 2, 3, 10 и 12. Также нам понадобятся акварельные краски, так как работу сегодня мы будем выполнять техники акварели. В качестве палитры я использую стекло, приклеенное на раму. Мне это очень удобно. Вы же можете взять обычную пластиковую палитру, либо использовать просто блюдце и тарелку, кому как удобно. Также я использую такую мягкую тряпочку для того, потирать кисти и убирать лишнюю воду с них. Итак, что же мы сегодня будем рисовать? Итак, начинаем с эскиза. Берем карандаш. Мне здесь очень нравятся эти свечи замечательные. Некоторые из них маленькие в стаканчиках, а какие-то высокие в стаканчиках. Я несколько из них перенесу на свой лист бумаги. Сверху мы свечи видим как круглую, нечто круглое. Все очень удобно. Тех объектах, которых мы рассматриваем и хотим изобразить, рисовать, очень помогают, когда вы начинаете их называть простыми формами. То есть круг, квадрат, треугольник. Я показываю верхнюю часть, верхнюю плоскость свечки и ее стеночки. Обязательно здесь все полукруглые мягкие линии. Сильно на карандаш не стоит нажимать, так как акварель довольно прозрачная и карандашные линии будут хорошо видны. Указываю такими движениями пламя. Какие-то уже мелкие детали я не буду сейчас здесь указывать. Уже буду на них обращать внимание, когда буду работать кистями с краской. Положу сюда вот такой листочек. Листики у нас покрашены золотой краской, поэтому они смотрятся как пластмассовые. Тоже какие-то мелочи, листики, детали показать. Например, вот что-то такое. Что у нас еще здесь есть? Есть шарики. Нужно какие-то из них. Они у нас понятны тоже круглые формы. Уточняем все детали нашего шарика. Резинкой лишние линии удаляем. На шарике можно показать блик, самую светлую часть нашего объекта. И тень. Самую темную часть. Так как шарик у нас глянцевый, он отражает все, что находится вокруг. Какие-то моменты, элементы тоже будут такой формы хаотичной. Так, у нас один шарик уже есть. Здесь можно еще один листик. Уточняем его форму приблизительно на глаз и показываем прожилки, направление их. Можно еще второй шарик чуть поменьше сообразить справа. У него уже другая поверхность. Он покрыт блестками, поэтому он так не отражает окружающие объекты. Блики и тени, естественно, на нем тоже присутствуют. Уточняем его форму. Рядом рисуем еще одну свечку, которая будет в стаканчике находиться. Тоже такой большой кружочек довольно-таки изображаем. Дно нашего стаканчика и сама свечка с пламенем. У стаканчика есть толщина. Толщину мы тоже указываем. Можно вот такой блик нарисовать. Это отражающаяся соседняя свечка. Так, ну что мы сюда еще добавим? Можно добавить, например, эту звездочку и сюда. Чтобы звезда была ровная, можем сделать вот такой набросок квадрата, треугольника, в общем, некой ровной формы, симметричной. И указать центр этой формы и по осям провести линии вспомогающие. И уже от них дальше плясать и осевать нашу красивую звездочку. Звездочка у нас сделана из стекла и украшена серебряным узором. Указываем тоже детали. Серебряный узор я тоже оставлю, перенесу на свой рисунок. Что-то подобное получилось. Наша звездочка является тоже елочной игрушкой. Поэтому ей необходима петелька. Вот здесь мы ее укажем. Все, я стираю вспомогательные линии. Они мне теперь больше не понадобятся. И смотрим, что же у нас получается. Общая композиция, насколько она гармонична и хороша. Можно еще пару листиков добавить. Например, вот сюда куда-то. Чтобы не было такой пустоты. Если вы обратите внимание, то основание, на котором лежат эти объекты, это деревянные доски. Ну, некий деревянный стол. Мы можем оставить эту идею деревянного основания с досками и провести несколько линий ориентиров, где одна, где другая доска. Примерно вот так. Еще момент. Это тени от наших объектов, которые будут падать на стол. Здесь мы должны посмотреть, где у нас находится источник света. Помимо свечей, обязательно какой-то источник света сверху был. В зависимости от местоположения источника света будут располагаться тени. Ну, здесь можно увидеть, что тени слева все. Значит, источник света был справа. Поэтому слева, с левой стороны наших объектов будем указывать тени. Тени здесь небольшие. На листиках их практически не видно. Они маленькие. Вот у нас звездочки. Стаканчик обязательно дает тень. Ну, вот примерно вот так. С композицией я закончила. Теперь приступаем к работе красками. Самое интересное. Сейчас немного сотру лишних линий. Чтобы легче и проще было ориентироваться в цветах, я буду называть их разность по теплоте. То есть, теплый, красный, холодный, красный. Теплый, желтый, холодный, желтый. Теплый, синий, холодный, синий. Начну я рисовать с фона, начну с этой поверхности. И обращу внимание на то, какие здесь самые-самые светлые места. Вот самые светлые места – это прожилки. Это волокна дерева. И они такого очень теплого бежевого тона. Сейчас буду стараться сделать какой-то подобный оттенок. Я беру кисточку, самую большую, которая у меня есть. Она у меня под номером 12. Мочу ее в воде. И вот так вот на палитре растираю водичку. Дальше я беру краски и воспользуюсь цветом охра. Золотистая охра. Чтобы у нее был более теплый оттенок, я возьму теплый красный. Или кадмий красный. Вот получается такой теплый беж. Чтобы был оттенок более светлый, мы просто добавляем больше воды. И на бумаге уже краска будет довольно светлых пастельных тонов. Я сейчас этим цветом покрою весь лист, весь фон. Поэтому мне краски понадобится много. Поэтому лужица довольно-таки большая должна быть. Вот. Дальше я наношу этот мой приятный. его можно, наверное, назвать персиковым. Такой пастельный светлый персиковый. Что важно здесь обратить внимание при нанесении краски акварельной на бумагу. Акварельная краска не любит, когда вы очень долго и нудно втираете ее в поверхность бумаги. Она любит такие очень нежные прикосновения. Еле-еле, да, вот такие. Чтобы не была, как говорят, замученная работа. Довольно быстрыми движениями наношу краску для того, чтобы добиться равномерности слоя. Так, у меня краска закончилась. Добавлю. И продолжаю наносить ее дальше. На данном этапе тени, которые я обозначала и игнорирую, я их буду закрашивать. Позже я их восстановлю. Закрашиваем все. Весь наш фон. Фон я закрасила. Дальше переходим к более темным, насыщенным тонам. И непосредственно к самой текстуре дерева. Смотрим, какие же у нас тут оттенки. Мы возьмем коричневый. Такой холодный оттенок коричневого. И добавим в него зелени. Зеленый, вот такой травянистый использую, теплый зелень. Еще коричневый. Нам нужен довольно темный цвет, поэтому здесь краски не жалеем. Берем довольно много и растираем ее с водой на палитре. Текстура дерева представляет собой волокна, которые мы видим растянутые по горизонтали. Такими же движениями мы будем накладывать кисточкой носки. Я здесь сменю свою широкую кишу. Возьму что-то среднее. Вот кисть номер 3. Набираю ей краску. И вот такими неровными движениями. Но движениями по горизонтали. Я разношу краску на поверхности листа. Здесь мне надо стараться делать одной толщины линии. Они могут быть где-то уже, где-то шире. Таким образом поверхность будет более реалистично выглядеть. Заполняем, прохаживаемся по нашему листу в тех местах, где есть поверхность дерева выступающая. Чтобы сделать еще более интересную текстура деревянная, можем еще добавить цвета. Например, это будет коричневый. Я его здесь замешаю с моей зеленью в сторонке. И где-то его тоже могу внедрять в каких-то местах. Здесь важно следить за тем, чтобы эти светлые персиковые тона проглядывали. Чтобы они не были слишком толстыми. В то же время они были видны и тоже играли свою роль в изображении нашей текстуры. Аккуратно проходим кисточкой рядом с листиком, с шариком, со всеми объектами, которые изображаем. Добавляем периодически коричневых тонов, зеленых. Тогда текстура будет более интересная. Чтобы проявить эти линии, границы между досточками, их надо сделать более темными. Для этого я возьму черный и просто аккуратно надавливая на кисть пройдусь по этой линии. Если не получается это сделать за один раз, вы можете прерывать свою линию и очень аккуратно ее продолжать. Я сейчас делаю их все. Их толщина тоже может меняться. Где-то они могут быть шире, где-то дольше. Стремиться к идеальной линии тоже не обязательно. Возвращаюсь к нашим зеленым коричневым оттенкам. И продолжаю делать те же движения кистью. Я покрыла часть рисунка этим узором. Чтобы отвлечься от этого занятия и перейти на что-то другое, я сейчас покажу, как рисовать эту свечку. У нас есть самый светлый участок. Это желтый и белый. Желтый вокруг пламени и белый непосредственно само пламя. Я подготовлю эти цвета. Желтый у нас здесь теплый оттенок. Берем теплый и желтый. Красных нам понадобится два. Теплый и холодный. Я их тоже подготовлю. Таким образом поставлю, чтобы было видно на камеру. Так, наношу желтый вокруг свечи. И создаю свой оранжевый. Смешиваю красный и желтый. Получаю оранжевый тон. И аккуратно, чтобы не затронуть пламя, чтобы оно осталось белым, я обрисую оранжевый вокруг него. Получается что-то подобное. Желтый немножко поярче сделаю. Так, дальше использую холодный красный. Смешаю его с коричневым. Так как я движу довольно темный оттенок. Такой вот цвет граната насыщенный получается. Боковую стеночку тела свечи я закрашу таким красивым цветом. Дабы не выйти за границы свечи, я указываю сначала мазочком. Провожу по границе. Потом разнесу краску уже внутри самих границ. Такой вкусный цвет получился у меня. Так, и также пройдусь несколько мазочков. Сделаю по внешнему контуру. Оставшийся белый участок я заполню оранжевым. Здесь у меня оранжевый будет сделан желтый и красный холодный. Он будет более насыщен, немножко другой оттенок оранжевого, нежели внутри. Так, тоже здесь очень аккуратно, чтобы не выйти за границы. Ускажаем аккуратно это делать, наносить наш темный оранжевый. С одной и с другой стороны свечки. И черным цветом я указываю эту глубину вокруг пламени. И можно тоже по контуру пройтись в некоторых местах. Символок закрасить. Чтобы сгладить темный коричневый нанесенными уже пятнами, я мокрой кисточкой проведу по границе между этими красками. Таким образом у меня получится плавный переход от одного цвета к другому. Тим еще нажимал. Тут нужно темное коричневое пустить по контуру. Излишки влаги я убираю тряпочкой. Вот такая свечка у меня получилась. Теперь займемся нашим золотым листиком. Золотой понятный цвет сам не наносим. Мы его сделаем с помощью желтого. Желтого и тех же красных. Теплого кармия и кармина холодного красного. Смешиваем в разных пропорциях желтый и красный. Получим различные оттенки золотистых и оранжевых тонов. Начинаем с самых светлых оттенков. Светлые оттенки в лужицу больше воды добавляем. И наносим на весь листик на все пятно, которое занято листом. Довольно светлый получился оттенок. Опять же можно убрать лишнюю влагу, лишнюю водичку. Дальше волшебство. Смешиваем красный-желтый. Немного коричневого. И добавляем в местах складок. У меня такой довольно светло-коричневый получился. Я просто делаю некие кляксочки, которые у меня смешаются с моим светло-желтым основанием, которые до этого наносила. И будут такие вот интересные моменты. Добавляю чистых желтых пятнышек. Сейчас этот листик оставлю, перейду к другому. Когда это все высохнет, я его дополню. Здесь делаю то же самое. Мочу. Смочила поверхность светло-желтым. Убираю лишнюю влагу и добавляю более темные пятна. Вот они сами расплываются очень красиво. Я не буду мешать всплываться, не буду их контролировать и подсказывать куда течь краски. Она сама расплывется, так бы более естественно выглядеть. Пока мои листья сохнут, я проработаю шарик. Шарик у меня такого интересного цвета. Я использую два красных. Их смешаю друг с другом. И сделаю первый светлый оттенок. Опять же очень аккуратно, чтобы не вылезти за границы шарика. Потому что круглая форма шара обязательно. Вот. То есть просто делаю красный кружок. Оставляю его так. Пока у меня все это сохнет, я возвращаюсь к моим прекрасным досточкам в текстуре дерева. Зеленым коричневым тоном. И заканчиваю мои досточки. У нас подсохло здесь все. Теперь можно следующие слои наносить. Такой способ нанесения акварельной краски называется лессировка. Когда мы по сухому накладываем в следующие влажные слои. Это необходимо для того, чтобы краска не смешивалась с предыдущими слоями и накладывалась довольно плотно. Итак, я беру те же смешанные два оттенка красных и накладываю в местах теней. Аккуратно слежу за тем, чтобы краска не выходила за пределы окружности. Чтобы передать эту текстуру блесток мелкими движениями, маленькими точечками, пятнышками, я заполняю расстояние границы между светлым красным и темным насыщенным красным. Здесь уже это все делается очень аккуратно, чтобы не вылезти за пределы шарика. Весь шарик я не стала покрывать такими пятнышками. А чтобы появилась тень, появился объем, я возьму черный цвет, смешаю его с моей основой красной. Такой довольно темно-коричневый получился. И нанесу пятнышки в месте тени. Тоже такими хаотично разбросанными движениями пятна должны быть очень маленькими. Я их нанесу на место тени. У меня получился довольно резкий переход от черного к красному. Чтобы его сгладить, я мочу кисточку, смою с нее краску, лишнюю влагу уберу и еле-еле касаясь, пройдусь по границе между черными пятнами и темно-красными. Таким образом я сглажу этот переход. Более плавно получится теми же движениями, но на границе между светло-красным и темно-красным. Я сглажу пятна в более светлых местах. В принципе шарик можно так оставить. И сейчас я приступлю к последующим слоям на листике. Листик у нас золотой. Мне надо передать текстуру золота. Я возвращаюсь к своим желтым красивым тонам золотистым. И буду стараться делать листик золотым. Так, светлые тона у меня все уже есть. Мне нужны будут более темные. Опять же здесь обращаю внимание на то, где находится источник света. Источник света у нас справа. Значит, более темные места на листе будут слева. В местах прожилок листик немного деформирован. Эту деформацию я буду показывать, причем нанесение темных и светлых пятен. Вот такими аккуратными движениями, тоненькой кисточкой, я наношу прожилки на свой листик. Светлые участки я буду показывать насыщенным желтым теплым цветом тона. Где-то я немного орачевых пятен добавлю. Где-то коричневых. Обращаю внимание, что ни в коем случае я не делаю темные обводки по контуру листа. Это очень важно. Если сделать такую обводку, то у меня получится эффект какого-то плоского элемента. что это не листик, который находится в нашем четырехмерном измерении, а некий плоский объект. Чтобы этого избежать, темные пятна должны быть только в тех местах, где тень. На контур листа тень не может падать, поэтому там ее быть в принципе не может. Вот так шаг за шагом, очень аккуратно я накладываю пятна и стараюсь сделать золотистый листик. Если получились очень яркие контрастные пятна, их можно немножко растереть. Тем же способом я мочу кисточку, смываю ее, чтобы она чистая была. Выбираю лишнюю влагу на тряпочку и такими движениями как бы растираю контуры. Таким образом у меня получается плавный переход одного тона к другому. Можно, чтобы выделить листик на фоне стола, просто сделать поактивнее стол. Потемнее его сделать вот в тех местах, где есть лист. Я проведу такую широкую линию по краю листа. Чтобы эта линия не читалась как тень, я ее разнесу по горизонтали. Аккуратно повторяю движение, направление листика моего. И я таким вот образом разнесу. Это надо сделать, пока этот мазок не высох, пока он влажный. Я как бы спрятала его горизонтальными мазками. Вот теперь лист стал более контрастный по отношению к столу. Хотя сам лист я не обводила. То же самое я сделаю и с шариком. Я аккуратно проведу линию вокруг моего шара красного. И вот так по горизонтали, по текстуре дерева его разнесу. Тень я тоже добавлю обязательно. Но важно это сделать, когда у меня листик сам подсохнет. Чтобы краска, которой я покажу тень, ни в коем случае не залезла на листик и не смешалась. Не дала мне грязных пятен на самом листе. Вот тоже самое я сделаю в другую сторону. Чтобы поверхность стола была равномерно окрашена. То же самое я сделаю с шариком. Аккуратно. И размешу, пока краска не высохла. Вот что-то уже вырисовывается. Тоже самое сделаю с другой стороны шарика. С теневой ее части. Так, вот что получилось. Сейчас я приступлю к следующему листику. Моей заготовки, так называемой. Сделаю темные. У меня уже есть темно-красный. Коричневый. Красный с черным смешала. Получился коричневый. Так, и этот листик. У него этот кончик верхний более темный. Я тоже так сделаю. Затемнем. Он будет более темный у прожилок и к верхнему краю. Напоминаю, что никакой обводки по контуру не делаем. Так. Молотом ли цвета я нанесла. Дальше я беру желтый, оранжевый и наношу их рядышком. Где-то я их глаживаю. Убираю такой контрастный переход. В каком-то месте я вот здесь выделю край. Очень аккуратно. Кончиком кисти. Пройдусь еще раз желтым по всему листику. Укажу его форму. Поступаю точно так же с контурами. Еще сделаю помешение коричневого и зеленого. И выделю вокруг своих объектов стол, чтобы их подчеркнуть. Я хочу сделать более объемными, более яркими. Так как они начинают у меня сливаться со столом. Обязательно разношу это пятно. Можно это сделать вертикально, перпендикулярно устанавливая кисть к столу. И делаю такие горизонтальные движения. Одинаковый фон. Реалистично прорисовывая. Немножко поиграю с краской. И сделаю хаотичные пятна тех же цветов с другой стороны. Я беру широкую кисть. Плоскую. И делаю достаточно большую лужу. Смешивая тот же коричневый, тот же зеленый. И такими движениями смачиваю водой и разношу краску. Здесь важно обратить внимание на объекты, которые я рисовала, чтобы их не закрасить. Где-то я покажу текстуру дерева, а где-то просто оставлю пятна. Это придаст некой эксцентрике, какой-то недосказанности моему рисунку. Так, вот так аккуратно обрисую. Добавлю здесь в горизонтали. Внизу. Еще добавлю краски. И набьюсь некоего перехода от моего реализма, от прорисованных аккуратных линий. Таким вот небрежно нанесенным пятном. Здесь какое-то пятно. После того, что вот так даже поставлю. Такими кляксами. Так, с фоном я закончила. И перехожу к следующим элементам, которые сейчас у меня белые и нетронутые кистями и красками. То есть у меня еще два листика остались. Шарик, звезда и стаканчик со свечкой. Начну я со стаканчика. Он у меня тоже сложный по цвету. Идет игра красных, оранжевых, желтых оттенков. Я сейчас подготовлю краски. Подготовлю мы желтый, красный, холодный камень и красный, теплый. Смешиваю желтый, красный. Получаю только оранжевый. И наношу его на место моего стаканчика. Сначала я аккуратно прохожусь по контурам, чтобы не вылезти за них. Потом уже закрашиваю расстояние между ними. Вот это отражение. Фасолевидное пятно будет желтого цвета. Делаю такой красивый желтый. И наношу его сюда на место. Донышко тоже желтого цвета. Свечка будет светло-желтая, поэтому здесь разведу водой. Вот и пару мазочков для того, чтобы дать этот тон. Теперь мне нужны тени. Теней я добьюсь смешивая черный с красным. У меня получится такой оттенок коричневого. Тень возле дна. Таким мазочком. И также этим цветом надо будет край стаканчика обрисовать. Здесь надо постараться этот мазок сделать одной толщины. Так. Ну вот что-то у нас получилось. Еще добавляю тени. Пока краска коричневой тона еще не высохли, добавляю черный. И они очень плавно, красиво перетекают в одну в другую. Здесь немножко подкорректирую. Такой получается стаканчик и вид сверху. И останься сделать только тени. Тени. Тени делаю черный цвет. Так. Также можно теню возле шарика. Попадающую. Показать. Листик. Вилтей. Второй листик. Замечательный. Свечка. Здесь должно быть воды больше, чем краски. Тогда у нас будет не черный, а серый. И вот такими быстрыми движениями я ее покажу. Пятнышки зеленые вокруг звезды уже высохли. И я могу покрыть ее первыми слоями. Здесь тоже использую два красных. Темный, светлый. Какие-то грани звезды вообще не надо будет закрашивать. Они останутся белыми. Какие-то более темные. И вот аккуратно она отставляет свое украшение. Как оно серебряное. Я его не буду закрашивать. Сейчас я темным закрашиваю теневые стороны. звезды. Так. Учитываю мои контуры карандашные. Стараюсь за них не выходить. Делаю более светлые тона красного. и наношу их на эту сторону. Так. Ну вот что-то уже интересное вырисовывается. Так. Пусть связано сохнет. Тени я нанесу позже. Сейчас я сделаю листик золотистый. Все то же самое. Нанесу первые слои светло-желтого тона. Оставляю его в походу. Переходя на соседний лист. Например. И вот у меня еще лист. Ну вот делаю первые слои для них. Так. У меня не тронут еще шар. Красный. Здесь важно оставить блики белыми. Поэтому я их обрисовываю аккуратно. И они у меня будут не тронутыми. Все остальное поверхности я закрашиваю в красный. Блики очень важно оставить. Так как именно они дают этот эффект. Такого глянца. И отражающих поверхности зеркальных. Теперь я могу использовать более темные тона. Все тот же черный, который смешаю с красным. Нам получить оттенок тени. И аккуратно наношу в местах тени. Здесь что-то отражается. Ухожу. Необязательно по границе шарика. Немножко отступая от края. И делайте темные мазки. У меня сейчас пропал тут яркий красный. Я его восстановлю. Добавлю этой яркости. Вот такими короткими носками. Ни в коем случае не стараюсь все это перемешать. Чтобы каждый мазочек у меня был яркий, сочный на своем месте. Корректирую форму шара. Глянцевый шар у меня готов. Нож. Доделаю мои красивые золотые листики. Убавляем желтых пятен. Тоже их хаотично разбрасываю с одной и с другой стороны листа. И сейчас я могу переключиться на тонкую кисть. Двоечку. И повторить все те же элементы, что и были на предыдущих листиках. С помощью коричневого и черных тонов. Я выделяю какие-то из прожилок. Еще раз обращаю внимание, что я не все прожилки, а некоторые показываю, а какие-то нет. Где-то контур я показываю, а где-то нет. Чтобы листик у меня был объемный. И добавляю пятнышки оранжевого тона. То же самое делаю с другими листочками. Добавляю пятнышки оранжевого тона. Добавляю пятнышки оранжевого тона. Сочетание ярких, светлых и темных пятен и дает красивый контраст. Добавляю где-то черных. С тонкой кистью надо всегда обращать внимание на тот момент, сколько на ней воды. Так как линии мне нужны довольно тонкие, то воды на ней должно быть мало. Чтобы она не создавала ни в коем случае клякс. Потому что кляксы сейчас в этот момент мне тут не нужны. Поэтому я слежу за водой, насколько кисть в себя выбрала. Приходит это с опытом, когда вы уже рисуете много и часто акварелью. Тогда вы уже интуитивно знаете, сколько воды должно быть на кисточке, чтобы получились необходимые вам эффекты. Дальше я развожу на палитре. Делаю более светлый оттенок черного, чтобы создать тень. Тень у меня будет вот с этой стороны листа. Тень от шарика. Тень оттенок черный. Если у вас он получился очень яркий, вы можете просто лишнюю краску убрать водой. Так, у меня остался последний листик, который сейчас закачиваю. Наношу также коричневый, теплый коричневый и немного черного. Убираю лишнюю влагу с моей кисточки и делаю нужные мне детали. Так, перехожу к звездочке. Первые слои краски у меня высохли. Я теперь могу сделать, нанести тень, сделать тень. Сейчас, собственно, и сделаю. Аккуратно. Я растираю краску. Наношу тени. Если контуры между тенью и полутени получились очень яркие, также можете влажной кистью их сгладить. Две грани у меня остаются полностью белые. Для того, чтобы показать яркие блики на этих гранях. Так, я выделяю ему серебряный рисунок. И делаю падающую тень от звезды на столе. Повторяю теми же движениями, тем же черным. Сделаю аккуратно. Стараюсь за одно движение нанести мазок, чтобы его не растирать. Так, мне осталось сделать только петельку. Сделаю это с помощью черной краски. Собственно, все. Моя картинка получилась, я ее закончила. Мне осталось только расписаться, что я сейчас сделаю. Всем спасибо. Желаю вам успехов, удачи, творческого вдохновения. С вами была художник Екатерина Голикова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok